Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий Андрей Печерин. Сладостные слова святых нашей Церкви составляли и составляют душеполезное и утешительное чтение для православных христиан. Слова эти — отцвет духовных опытов святости. Они дают безошибочный ориентир в современном мире, усталом и рассеянном. О преснопамятном старце Паисии, святогорце, много уже написано. Но, как считают издатели настоящей книги, предстоит написать ещё многое и многое. Ведь во всём старец предстаёт перед нами как неисчерпаемый кладезь духовной мудрости. Взять, к примеру, письма отца Паисия, которые были написаны им в разное время, духовно связанным с ним лицам, монашествующим и мирянам. Эти письма собраны в книге, которая вышла сегодня в свет в издательстве Сретенского монастыря и представлена на нашей книжной полке. О письмах старца Паисия, святогорца, далее в нашей программе. В новую книгу старца Паисия, святогорца, вошли его избранные письма, наставления и духовное завещание. Все тексты на русском языке публикуются впервые. Издание снабжено множеством иллюстраций и фоксимильных записей старца. Как отмечает составитель данной книги, большую часть публикуемого материала, более половины писем, представлена по благословению старец Нектарии, игумени Богородицкого монастыря Марти Диатисы, Фапсона на острове Парос. А обретение этих писем осуществилось при посредстве старца Филофея, игумена монастыря Каракала, Святой Горы, духовными чадами которого являются как сестры названного монастыря, так и составитель данного издания. Все письма расположены в книге следующим образом. Во введении приводится автобиография старца Паисия, взятая из составленной им лично краткой хроники святой обители Стомио. В первой главе публикуются два важнейших письма, представляющие всеобщий интерес и всегда актуальны, особенно в наши дни. Первое касается церковной жизни, а именно обличает проунеадские тенденции по поводу непозволительных заявлений и действий тогдашнего патриарха Афиногора, в свое время много содействовавшего примирению христианских церквей Востока и Запада. Выражая скорбь за этот курс и мирную и мирскую привязанность, которой следовал глава Константинопольской церкви, отец Паисии говорит, что таков дух нашего времени, когда семья утрачивает свой священный смысл от подобных увлечений, целью своей имеющей разрушение, а не единение. Старец предостерегает от крайних действий, таких как отпадение от православной церкви по вине сторонников унии и учреждение своих собственных церквей, что приводит почти к тому же результату, что и действия униатов, то есть наносит удар церкви. Наконец, автор своим письмом стремится отвратить братью от страстных дебатов между собой и от злонамеренной критики, а также от абсолютизации и взаимной изоляции по причине различия характеров и направлений. Второе письмо касается семьи и особенно отношений между супругами. Хотя старец просит прощения за то, что зашёл в чужой огород, тем не менее по действию обитающего в нём Святого Духа он говорит как опытнейший и в высшей степени тактичнейший духовник. Его рассуждение состоит по меньшей мере из четырёх частей. Прежде всего, отец Паисий указывает на данную в житийной и святоотеческой традиции цель, состоящей в браке — освящение путём их ревностного подвижничества, поэтапное приобщение к вкушению божественных услад и постепенное удаление от плоских утех, которые супруги рассматривают как со временем, как весьма ничтожны. Вместе с тем старец указывает на некоторые уровни этого восхождения. Избегая каких-либо оценок, конкретно подвязающимся соответственно этим ступеням, старец даёт поучение о том, что Бог будет судить и воздаст каждому не столько на основании достигнутых результатов, сколько в соответствии с его силами и с тем, насколько честно тот подвязался. Автор обращает внимание на то, что эта борьба в соответствии со словами апостола Павла имеет своим необходимым условием осуществление её по взаимному согласию и указывает, что всё должно происходить с рассуждением, честно и искренностью и достоинством. Вторая глава данной книги содержит одно послание к митрополиту, три письма о монашестве к покойной игумене Филофеи, а также несколько фрагментов из других писем. В названных посланиях, по словам издателя, раскрывается высота монашеского служения, а кроме того те искушения и кризис обмерщения, которым подвергается монашество в наши дни. «Даются духовные наставления относительно порядка монашеской жизни, обращенности ума горе, о духовной любви и смирении, о благодарении и словословии в скорбях, об искушениях и несправедливостях, об отсещении своей воли и о послушании, о губительном для духовной жизни произволении и святом дерзновении». В заключении этих наставлений старец пишет, что требуется великое дерзновение во всём. В соответствии с нашим духовным состоянием будет и наше отношение к Богу. В меру возраста нашего должно быть и наше отношение к ближнему, с соответственным уважением и благоговением. Когда душа достигает этого великого состояния, тогда она и самых малых почитает, даже и самых грешных, потому что считает себя самым наихудшим грешником. Сам же старец по смирению своему признаётся, что не достиг ещё такового духовного состояния. Третья глава содержит многочисленные послания к разным адресатам, в частности, к адвокату Димитрию, с которым старец был связан духовно, и к другим лицам. Как отмечают издатели, письма этой главы, как, впрочем, и предыдущих, свидетельствуют о высшем духовном состоянии и высокой мудрости старца. Соблюдение чистоты, совести и внимания к себе, сознание благодеяний Божьих и наших собственных неблагодарностей, благодатная сила молитвы, вручение себя благости и силы Божьей, ценность сохранения мира душевного, благословение скорбей, терпение трудностей и многое-многое другое раскрывается в глубоко духовных письмах старца. А для того, чтобы все ценные жемчужины в словах старца Паисия не остались сокрытыми или были неправильно поняты, письма сопровождаются соответствующими комментариями, составленными лицами, имевшими со старцем тесное или долголетнее общение, но пожелавшими сохранить свою анонимность. В заключении книги вместо эпилога издатели поместили рукописный текст, который был найден в келье старца Паисия по блаженному его успению и метко назван его духовным завещанием. В нем старец исповедует свои грехи со всегдашним поразительным посмирением и покаянием. Умоляет всех молиться за него, дабы ему удостоиться божественного милосердия. И просит прощения, и всех сам прощает. Настоящий сборник является продолжением книги «Старец Паисий Святогорец. Свидетельство паломников», которая была представлена в одной из наших предыдущих программ. Присоединяясь к словам составителя, надеемся, что и это издание писем, источающее аромат благочестия православного Востока, принесет духовную пользу нашим читателям. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok